Hola chicos, с вами ваша преподавательница испанского Оля из Мексики. Чаще всего мы с вами разбираем какие-то моменты из жизни в испаноязычных странах или же сам испанский язык, но сегодня поговорим, что же такое экзамен DELE в испанском. Так и расшифровывается как DIPLOM DE ESPANER COMO LENGLA EXTRANHEIRA, то есть диплом испанского как иностранного. Прежде всего не забывайте, что я стараюсь для вас, поэтому поставьте лайк, подпишитесь и переходим к этому видео. Начнем просто с перечисления самых основных позиций, скажем так, которые описаны в институте Сервантеса, что же такое их диплом и что он дает. Во-первых, этот диплом выдает только институт Сервантеса по всему миру, так и называется, институт Сервантеса, и в нем можно как пойти на курсы, так и сдать экзамен. И это официальный документ, который выдает этот институт, если вы там сдаете экзамен, получаете диплом от имени Министерства образования Испании. Министерства образования, культуры и спорта, если быть точнее. Первое, это то, что это официальный документ, который признается по всему миру различными организациями, которые примут вас на работу, на обучение или куда бы то ни было еще. Он подтверждает ваш уровень знания владения испанским языком и выдается этим самым институтом, институтом Сервантеса, который и проводит обучение, если вам нужно, или же экзамен. Кстати, экзамены очень недорогие, поэтому советую пройти как можно скорее, пока вдруг что-то не изменилось, и сдать этот экзамен на тот уровень, который вам нужен. Следующий важный пункт, это очень хорошая новость для всех, кто учит испанский язык. Можно не заморачиваться, какой испанский правильный, а какой неправильный. Можете учить тот, который вам нравится, тот, который вам подойдет для страны, в которую вы собираетесь. Все 21 страна, все акценты, все особенности диалекта одного и того же языка, кастейяно, признаются равноценными при даче этого экзамена. Например, когда я сдавала экзамен в Москве, я говорила с испанцем, с преподавателем, который, экзаменатор, который у меня принимал этот экзамен. Я говорила с абсолютно мексиканским акцентом, не было никаких Лос-Отрус у меня, я не произносила Сэй-Сэй-Та, Сэй-Сэй-Та, вот, и много других особенностей, и он вполне адекватно к этому отнесся и говорил, ну, как говорят между собой испаноговорящие люди по всему миру. Точно так же просто толерантно относятся к любому, к любой вариации этого языка. И последнее, прежде чем перейдем к уровням, будем рассматривать, что же происходит на экзаменах с разными уровнями, расскажу вам про последний важный пункт, это то, что эти дипломы не имеют срока годности. Как я слышала, что в английском есть очень много сертификатов, которые действуют год, например, чтобы успеть поступить куда-то, и дальше нужно опять сдавать, причем они абсолютно не дешевые. В настоящее время существует всего шесть уровней А1, А2, В1, В2, С1, С2. Соответственно, это как бы начальный, средний и высший уровень, каждый из которых это как бы подуровень. Вот, и начнем с первого, это экзамен на уровень А1. Диплом А1 указывает на то, что вы знаете общие какие-то культурные особенности испаноязычного мира, например, сколько стран говорит по-испански, и примерно какие особенности у каждого из них, плюс основные повседневные выражения и самую базовую грамматику, элементарный уровень, чтобы сказать, что да, я знаком с испанским языком и уверен, могу переходить дальше. Этот экзамен, кстати, очень дешево стоит, если вы хотели бы подтвердить, проверить официально-официально, что ваш уровень А1 является полноценным, можете пройти этот экзамен. Например, для сдачи этого экзамена в Москве цена будет 3500 и для детей, для школьников, и для взрослых. Следующий уровень, следующий диплом это А2, и он тоже еще считается как бы начальным уровнем, но в нем уже у вас есть знания и словарный запас для таких больше повседневных определенных тем и сфер жизни. Например, рассказ о себе, рассказ о хобби, рассказ о своей семье и прочее. И сдав этот экзамен, вы можете быть уверены, что, например, если вы приедете в Испанию, то сможете на базовом уровне изъясняться, примерно понимать, о чем речь вообще идет, и не теряться, то есть, чтобы уже немножко быть знакомым с окружающими вас словами и произношением. Этот экзамен будет стоить 4000 рублей, то есть разница практически минимальная, поэтому можно сдать среди этих двух уровней, если выбирать, то лучший уровень А2. Вот, но он обычно не рассматривается как такой значимый уровень для поступления, например, на обучение или работу. Вот, но может быть какая-то работа, конечно, и требует минимум этого уровня, уж все не рассматривала. Но, если уж вы хотите комфортно себя чувствовать в поездках, общаться, понимать носителей и как-то изъясняться более-менее свободно, вам все-таки нужен уровень B1. Если вы зайдете этот экзамен, то вы можете спокойно ехать в страну надолго, то есть, если вы получаете этот сертификат, то вы понимаете сами для себя, что у вас официально есть этот уровень, вы, во-первых, можете стремиться уже к следующему, а, во-вторых, точно не потеряетесь за рубежом, сможете объяснить, даже если какое-то слово не знаете, вы сможете объяснить другими словами, более раскованно сможете общаться с носителями языка, то есть, найдете новых друзей, скорее всего, возможно, коллег в будущем. То есть, это уже средний уровень, такой достаточно уверенный, твердый. И этот экзамен стоит уже на тысячу рублей больше, 5000 рублей. Кстати, с момента того, как я сдавала, действительно подорожал, но вообще ненамного. Следующий сертификат – это уровень B2, то есть, выше среднего. И здесь уже вы не только уверенно общаетесь, но вы можете и письменно красиво написать письмо или какое-то обращение. Можете говорить на более расширенные темы, на какие-то технические, профессиональные. И здесь уже этот уровень практически применим, потому что, если вы получаете этот сертификат, то можете поступать на обучение за рубежом, то есть, в любую испаноязычную страну. Обычно требуется любой сертификат, как мне говорили, любой сертификат уровня B2, который подтверждает, что у вас есть этот уровень выше среднего. И стоит этот экзамен 5500. Уровень C1 – это уже высокий уровень понимания языка, и он дает вам возможность работать за рубежом. То есть, если вы поступаете на работу, если вас рассматривают как кандидата, то чем выше, скажем так, уровень в дипломе, тем больше у вас шансов победить прочих кандидатов. Вот, тут уже все более серьезно. Это и академическая тоже вещь. То есть, если вы поступаете не на магистратуру, а, например, в докторантуру, то здесь тоже будет преимуществом, если у вас уровень C1. Вы уже можете говорить на более развернутые темы, можете понимать суперсложные тексты, или же понимать между строк какие-то значения, не просто уже прямое значение. И, конечно же, он помогает вам суперсвободно себя чувствовать за границей, и вы можете разными способами изъясняться, следами разных профессий, уровней, и уже, скорее всего, вам даже начнут говорить, что «А, так вы не отсюда, не из этой страны», или «А, так ваш родной язык не испанский». Потому что, ну, даже если будет прослушиваться немножко ваш акцент, то вы настолько складно говорите, что носители могут подумать, что это вы просто из другой страны, или из другого региона. Чтобы сдать экзамен уровня C1, вам нужно будет заплатить 6500 рублей, и это на 2000 рублей больше, чем в 2019 году, когда сдавала я, например. Поэтому советую сдать как можно скорее, потому что испанский набирает популярность, и цена, я думаю, напрямую с этим связана. Никакая ситуация за последнее время не влияет на сдачу этих экзаменов. Я смотрела как раз на сайте, и Дели в 2023 году уже распланирована в Москве, например, на апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. То есть у них всегда весной и осенью сдача этого экзамена. И C2 это абсолютно беглое, непринужденное знание испанского языка. То есть вы адаптируетесь ко всем сложностям, изменениям, непониманиям, недопониманиям, то есть не пугаетесь этого, допустим. Потому что многие носители тоже не понимают носителей, допустим, из другой страны, какого-то слова, и они просто его заменяют, переспрашивают, и нет никаких трудностей или страхов с этим связанных. То есть они достаточно уверены в себе. Здесь также добавляется уверенность в себе. А также вы абсолютно прекрасно знаете словарный запас и грамматику для любых профессиональных обменов информации. И это уже сертификат, который требуется для академических каких-то моментов. То есть если я говорила, чтобы поступить в докторантуру, вам нужен уровень C1, то для более сложных каких-то профессий, либо если вы поступаете, уже идете дальше, хотите следующие ученые степени, то здесь вам как раз-таки понадобится уровень C2, скорее всего. В общем, с достижением уровня C2 вы становитесь носителем испанского языка иностранного происхождения. Можно как-то так это сформулировать. И если вы сдадите этот экзамен, то можете быть уверены, что за 7500 рублей, которые стоит этот экзамен сейчас, для вас полностью будет открыт испаноязычный мир, все 21 страна, ну и, конечно же, возможности наравне с носителями языка. Экзамены daily всегда происходят весной или осенью, поэтому время для подготовки еще есть. Если хотите потренироваться, подготовиться, то пишите мне по ссылке в описании к этому видео, приходите ко мне на занятия, подготовим вас по всем направлениям к этому экзамену. В конце видео не забывайте, я оставляю вам другие полезные ролики с моего канала и жду вас в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok